Добрый вечер, в студии Сергей Медведев, программа «Археология», как всегда по вторникам «Археология. Человек». Хочу поделиться неким внутренним ощущением, которое сложилось у меня в последние несколько месяцев. Ощущение некого стазиса, ощущение того, что все стало ясно, все устаканилось, все понятно. Россия пришла в некое уже устоявшееся состояние. Миновала эта эпоха бурных протестов, 11-12 год. И вот где-то, начиная примерно с середины 2013 года, у меня такое ощущение, что Россия как-то понемножку сползла в какую-то колею, которая найдет тихонечко уже далеко не первое столетие. И то, что мы сейчас говорим и делаем, могло происходить и 100 лет назад в 1913 году, и 200 лет назад в 1813 году. И, собственно, историческая судьба, историческая колея России воспроизводится с какой-то зловещей закономерностью век за веком. Вот такие у меня складываются впечатления от нынешнего, от текущего политического момента. Но вы знаете, есть люди, которые думают и, может быть, даже делают так, как будто бы это не так. Вот у нас в гостях журналист Павел Пряников. Здравствуйте. И у него вышла замечательная книга под названием «Параллельная Россия» в издательстве Common Place, где он говорит о возможных альтернативах, о том, что то нынешнее историческое развитие сегодняшнее, оно не является единственным возможным, и, возможно, другая Россия. Россия, может быть, могла бы быть Финляндии, Россия, может быть, могла бы быть Словении. И вот о вот этих вот возможных Россиях, параллельных Россиях, альтернативных Россиях, мы хотели бы сегодня с ним поговорить. Павел, у вас вот есть тоже такое ощущение некой исторической колеи, что вот какой-то гигантский 500-летний маховик истории, вот как бы вот эти вот мы промахнули 90-е годы, которые конец 80-х, а 90-е, которые открыли нам какое-то окно, там дали какой-то вдох, и вот сейчас Россия, вот этот маховик повернулся, и Россия снова катится по своей вот этой скрипучей гоголевской колее. Да, есть такое ощущение, что Россия сейчас находится в застое. Слово такое придуманное в советское время, но, тем не менее, этим словом можно обозначить эпохи, то, что вы правильно сказали, в 19-м веке, в 18-м и даже в 17-м, и еще ранее, с тех самых пор, когда Россия стала государством большим, там, наверное, лет 600, начиная с начала 16-го века. Ну, с московского периода, наверное. Хорошо, так откуда же ваша параллельная Россия? Откуда ваши альтернативы? Параллельная Россия я показал на примере исторических событий реальных, о том, что за всю историю России, там, примерно 200 лет, появлялись люди, которые пытались повернуть спять ту самую историю, ту самую предначертанность России, или какие-то явления, или какие-то яркие люди. Там, к примеру, есть люди совсем в книге описаны, малоизвестные, к примеру, анархист Галкин такой, который... Это какие, 1800-е годы? Нет, это начало 20-го века, да, который прожил до 60-х годов, естественно, был репрессирован, который жил какими-то большими проектами. Такой персонаж Андрея Платонова из книг. В книге есть неудавшийся проект, ну, скажем так, другой России, Аляска, которая могла бы стать такой альтернативой тому, что существует в Российской империи, и, что удивительно, ей руководили Аляской вполне передовые люди в то время, вплоть до декабристов, к примеру. К там, кто из декабристов? Рылеев. Рылеев, да. Рылеев, да. Александр Первый был акционером. Вообще, большая путаница иногда существует по поводу Аляски. Многие считают, что она принадлежала России. Она не принадлежала России, а была территорией частной компании, да. Но это как устынская компания, примерно. Как устынская компания, да. Аляскинская компания, да. Рядовые люди и ничего не смогли сделать, хотя у людей был потрясающий шанс. Почему? Почему был упущен Аляскинский проект? Вот это вот сложно сказать. Мне кажется, первое, что это, конечно, присуще нашим людям и даже элитам, такое понятие, как рвачество. Когда люди добрались до быстрых, больших денег. И они эти люди, этих людей, эти большие деньги просто перевернули наизнанку. Люди забыли о своих либеральных взглядах, о том, что они приехали сюда цивилизовать, как тогда считали дикарей, прививать им православие, пытаться строить какую-то жизнь. Легкие деньги. Это морской котик, шкурки морского котика, которые в начале 19 века были главной валютой в российском государстве. Их просто ослепило. Из-за этого люди пытались двинуться на юг, покорить Гавайи, и где, в общем-то, ничего не получилось. Ну, чуть позже, если говорить, это Миклуха Маклай, Папуа Новая Гвинея, когда люди приезжали, и вот их какая-то даже, может быть, свобода, вот действительно была предоставлена людям свобода, она их ослепляла и приводила к тому, что ничего у этих людей не выходило. Это вот странный какой-то эффект. Ну, а где была возможность Аляскинского проекта? Еще когда первые фактории делались, это была какая-то другая, индустриальная, кстати, в большей какой степени старообрядческая вот эта вот? Старообрядческая, да, в книге тоже много уделяется старообрядчеству российскому. Это, конечно, такая альтернатива неудавшейся. Это вот тоже параллельная Россия? Это тоже параллельная Россия, да. Это фактически, конечно, и это не только мое мнение, многие это признают, это такая русская реформация, которая не удалась. Она, конечно, многие говорят о том, что реформация тоже часто путает. Она вот должна приводить к раскрепощению нравов. Но если мы вспомним первые века протестантизма в Германии, а еще лучше пример кальвинистской Швейцарии. Да, кальвинизм, кальпиетизм, все, так сказать. Которые были более жесткие, чем католические страны. Конечно, и те же протестанты в Америку приплывшие, практически Пуритании. В Пуритании, которые установили более жесткие законы, чем в их родной Англии и Голландии. Ну и наши старообрядцы. И наши старообрядцы, да. В этом отношении. А какие еще, вот если подумать, были исторические возможности, альтернативы? Вот я читал в ваших интервью, где 17-й год, вы считаете, что была возможность упущена? Да, 17-й год, конечно, буржуазно-демократическая республика, которая возникла после февральской, и которая, конечно, искусственным путем была прервана большевиками. И, несмотря на то, что я сам социалист и левого взглядов, я считаю, что, в общем, это, конечно, в какой-то мере этот переворот был ошибочным. Понятно, что развязка должна была быть, что то временное правительство, руководимое Керенским, оно, конечно, завело страну в тупик. Наверное, должно было учредительное собрание все же разрешить этот вопрос. И, конечно, большая беда, что большевики вот этот вот исторический процесс эволюционный прервали таким силовым методом. А что, по-вашему, могло бы быть перспективным? Перспективным? Я думаю, что, конечно же, из этого вышел бы такой, я бы назвал, протофашизм не в нацистском плане, а в муссолинивском. Корнилов? Не Корнилов. Я думаю, что, так как главными претендентами на власть, судя по народным волеизъявлению, на учредительном собрании были эсеры, к власти пришли бы эсеры с небольшой примесью меньшевиков, ну и там, наверное, национальных каких-нибудь социалистов. И потом мы уже увидели в начале 20-х годов... Типа муссолини, да? Типа муссолини. Правые эсеры, конечно, они мигрировали в начале 20-х годов в фашизм. Тот же Савенков, Борис Савенков, скорее всего, который, наверное, был бы диктатором России, он же был таким культом, культовым персонажем для Муссолини, примером, он во многом даже подражал и брал какие-то мысли даже у Савенкова. Я думаю, что все это переродилось бы в такой социал-корпоративизм. Тем не менее, это была бы... Кончилось бы тем же самым, так сказать, только у нас государственный корпоративизм при Сталине, а через эсеров мы пришли бы в ту же колею. Нет, я думаю, что просто продолжались бы буржуазные реформы. Это чем-то было похоже на то, что было, например, при Манергейме в Финляндии. Ну, такой полудиктатор или пилсудский. То есть какие-то сильные такие личности, которые пытались выстроить то самое национальное государство. Режимы 20-30-х годов в Восточной Европе. Да, и прибалтийские, которые, в общем-то, тоже были достаточно некрасивы во многих своих вещах. Там, пожалуй, только Томаш Масамасарик был такой хороший-хороший весь. Неизбежно, конечно, национальные окраины бы откололись. Россия была бы вполне возможна, ну, может быть, если не до Урала, то до Енисея, без Кавказа, скорее всего, без Украины. Ну, может быть, не в нынешнем виде Украины, с Восточной Украиной. Ну, с правобережной, без правобережной Украины, без Западной Белоруссии. То есть такая Россия, ну, наверное, какой она была в середине 17 века примерно, в этих границах. А этом вы считаете... Вы вообще вот сейчас, мы еще поговорим о развилках. Вот сейчас пока мы еще можем об этом говорить, да? Пока не принят закон о пропаганде сепаратизма. Вот давайте об этом попробуем поговорить. А вы считаете, есть какой-то такой оптимальный территориальный формат России? Потому что вот те вещи, которые вы сейчас называете, это именно то, о чем сейчас вот эти вот страшилки идут. Вот он, не хватит кормить Кавказ. Вот она, Украина, сейчас стремится в Евросоюз через ассоциацию. Вот он, сибирский сепаратизм. Так, может быть, под этим есть какая-то рациональная основа? Ну, сложно сказать рациональная основа. Мне кажется, это как раз бремя таких упущенных возможностей, которые нам не дают сейчас много шансов. Пожалуй, сейчас единственный шанс на то, чтобы Россия осталась какой-то, ну, скажем, цивилизованной страной. Это либо Россия в форме цивилизации, да, это такие имперские начала, действительно, завоевать там, ну, или не завоевать, дружить с Украиной. Понятно, Казахстан, там, в орбиту какие-то страны-изгои. Нео-советский, евразийский проект. Да, евразийский проект, который пытался Путин сделать, и, по всей видимости, у него это не получилось. Либо это действительно разделение на небольшие государства, которые были бы в экономическом плане более эффективны. Вот был такой профессор Карр, который в середине века вывел такую формулу, скажем, наиболее устойчивого государства, в том числе для Европы. Это британские, которые, и Эйчкар, которые 20-летний кризис. Да, он считал, что это страна с населением 20-25 миллионов. И вот есть такая знаменитая карта, где он даже Европу разрисовал и разделил на части. И говорил, что неизбежно крупные страны, типа Франции, Англии, Испании, Италии, они придут к сепаратизму. Предугадал его, когда еще никакого, например, там, басксового сепаратизма не было, или там, корсиканского, или там, Лиги Севера в Италии. Что наиболее устойчиво 20-25 миллионов, по его мнению. Страна, которая одновременно сохраняет самобытность, собственно, и, скажем, вес какой-то на международной арене. И, тем не менее, в которой вот эти внутренние связи не дают таких больших трещин. Ну, я думаю, что если сейчас эту идею среднему российскому избирателю предложить, то это будет... Шок. А мы даже видим, вот знаете, на примере Украины 40 с небольшим миллионом, вот две Украины есть, восточная и западная, которые, по идее, должны были бы разделиться, наверное, там, в 17-м или в 17-м году, или в 91-м. И сейчас бы западная Украина была бы в Европе, восточная была бы в таможенном союзе, и все было бы понятно без всяких оранжевых революций с этой страной. Сейчас, кстати, пока идут украинские события, а Украина – это тоже некая, возможно, параллельная Россия? Да, это параллельная Россия, это Россия, наверное, такая чуть более европейзированная. Если бы в Россию в 17-м веке глубже проникло европейское влияние, не с Петра бы началось, а вот как Украина, наверное, 17-й век. Не просто приезжали бы мастера или там наемные воины, а было бы образование, были бы реформы религиозные, униатская Украина, более широкие связи с Европой. Это такая европейзированная Россия, я бы так сказал, Украина, вестернизированная, если даже пользоваться западным термином. Мне кажется, поэтому очень большая часть, скажем, московского либерального класса смотрит сейчас с такой завистью на Майдан, понимая, что там реализуются те вещи, которые в России в силу исторических особенностей реализоваться не могут. Да. То есть Украина выполняет ту вот эту вот возможную альтернативу, по крайней мере, киевский класс какой-то, да, и там Киев, Харьков, в какой-то степени западная Украина, Львов, то, что не склалось, не сложилось в России. Хорошо, дальше вы говорите 91-й год. Были ли какие-то у нас варианты вот этой вот параллельной России в 91-м году? Тоже были варианты, конечно. Первый вариант, о чем всегда нужно помнить, это государство, искусственно созданное по воле нескольких людей. Если мы вспомним референдум о сохранении СССР, большинство населения России проголосовало за сохранение государства союзного. То есть, в общем-то, внутри России не вызрела идея самостоятельного государства. Это не Чехия и Словакия, которые там цивилизованно разводились, не Югославия, где люди действительно не могли там жить друг с другом. В России это все произошло явочным порядком, что вот вы жили в одном государстве, потом живете в другом государстве. Понятно, что СССР развалился по объективным причинам. Да, это последняя сухопутная империя, которая существовала в таком старом формате, образовавшемся там в колониальное время. И, по идее, Россия, конечно же, какие-то ее части, я бы сказал, чтобы Россия, конечно, сохранилась бы в 91-м году, вот если было бы то, что мы называем демократией, если бы не было гельцинизма, диктатуры, танковой демократии так называемой. Ну, а где танковая демократия? В 93-м году вы увидите? Да. Вы считаете это ключевым моментом для определения гельцинского режима? Да, ключевой момент. Вот, ключевой момент. Конечно, в октябре 93-го года надо было одновременно проводить и выборы президента. Вот хотя бы так. Даже если ты что-то совершил плохое, надо было признать эту ошибку, сказать, ребят, давайте мы живем с чистого листа, я в чем-то виноват. Не только вы виноваты. Давайте вот попробуем жить с чистого листа. То, чего не произошло. Мы получили суперпрезидентскую республику, которая, пожалуй, наверное, на долгое время будет определять нашу жизнь. Конечно, вот все, что мы видим сегодня, зародилось именно осенью 93-го года. Какие еще, если подумать? Я у вас находил ссылки на, так сказать, альтернативную, другую Россию в той части, которая очень редко обсуждается у нас, и всегда с суждением. Это коллаборационисты. Да, коллаборационисты – это тоже неоднозначная тема. Понятно, что в советское время исследователи не могли, ну, скажем так, заносить и исследовать все, что можно было, заносить в какие-то труды. Сегодня это тоже тема табуирована, потому что, понятно, Отечественная война – это последняя скрепа. К этому как угодно можно относиться, и слово, конечно, не очень приятное, но широкое хождение сейчас получил, духовная скрепа. Якорь некой идентичности. Да, якорь, что если его вырвать, тогда, пожалуй, останется только телевизор, все, что скрепляет нас. Понятно, почему власть к этому относится с таким пиететом. А коллаборационист, да, вообще оккупация была разная, надо просто понять. Где-то был действительно жесточайший режим немецкий в отношении евреев и цыган, в первую очередь, и психически больных. Там есть много знаменитых, в кавычках, примеров, как там Орловскую психбольницу, психбольница была уничтожена. Тем не менее, были какие-то территории, где немецкие войска просто физически не могли присутствовать, контролировать все. Это, понятно, лесные территории, Смоленск, Брянск, Псковская область, где, ну, вообще, там сложное немножко устройство было. 200-километровая полоса от фронта, она была в ведении вермахта, а не оккупационных войск. И просто отдавалась на откуп генералам, то, какой они режим там могут остановить. И было, да, несколько примеров, там самая знаменитая, это Локотская республика, где, в общем-то, немцы закрыли глаза на то, что люди создают автономию. Но при этом берут на себя функции борьбы с партизанами и охрану железнодорожных путей важных. В общем, вы выполняете вот эти условия, мы вам предоставляем такие-то условия для жизни. И, в общем, это тоже действительно показало, к чему могла бы привести эта альтернатива. Что удивительно, как раз две самые знаменитые республики, Локотская республика и республика Старобрядца Зуева. Вот из названия понятно. Локотская? Локотская, да. Локоть, 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 Локотьский район, да. Это какая область? Это Брянская область. Брянская, да. Брянская область. И республика Зуева, она вот где-то была на стыке Восточной Белоруссии, тоже Брянской, Смолинской областей. Два самых знаменитых примера. В первой республике власть взяли бывшие эсеры, воскобойник, который отсидел, был репрессирован, и Каминский. Это бывшие эсеры. А республика Старобрядца Зуева, из названия понятно, что власть там взяли старобрядцы. И просто интересно наблюдать, что бы было в этом случае, да, когда, в общем-то, внешнее воздействие не такое сильное. Там в качестве доказательства этого можно привести такие примеры, что при Каминском даже какие-то злостные преступления немецких войск расследовались местной прокуратурой. Решение выносилось местным судом, их приговаривали к расстрелу. То есть немцы на это закрывали глаза, скажем так, что действительно была широкая автономия. И мы видим, к чему бы это привело. Это привело бы действительно к тому самому социал-корпоративизму, о котором мы с вами говорили в 20-х годах. А что было с частной собственностью там? Частная собственность, признавалась частная собственность на землю, но ограниченная. Это в пределах, сейчас, если я боюсь ошибиться, по-моему, 2 гектара на человека. 2 гектара на человека. Все остальное – это общественная собственность. Ну, то есть семья там из 4-5 человек, крупные семьи, тогда большие семьи были. Там 10-12 гектаров – это вполне, наверное, можно было бы обеспечить себя. Мелкая частная собственность приветствовалась. Все, что начиналось со средней собственности до крупной, была такая форма кооперативная, совместная. А церковь возвращалась? Церковь возвращалась, но при Каминском она не была, искусственно не насаждалась, как на других оккупированных территориях. То есть те церкви, где были прихожане, где они возникли, существовали на деньги прихожан, ну, те церкви существовали, да. Потому что есть обратные примеры, когда там в Киеве или в крупных городах типа Смоленска немцы искусственно открывали, ну, искусственно подталкивали к тому, чтобы были открыты церкви, считали, ну, это такая вторая власть, которая поможет им действительно управлять людьми. Делали дотации, где-то был даже церковный налог, как в Псковской области, когда людей там со двора в деревнях собирали там по 5-10 рублей на содержание церкви. Вот в Локотской республике было обставлено так, что, ну, вот если у вас есть финансы, если есть прихожане, на деньги прихожан церкви существует, ну, пусть будет открыто. Причем интересно, что в Локотской республике довольно-таки быстро второй религии, если бы там, наверное, срок какой-то прошел чуть более долгий, второй церковью или там второй конфессией стали баптисты. Стали баптисты, и там до 40% верующих, причем которые были либо православными, либо атеистами, вот пошли в баптистские церкви. О проектах, о возможностях другой России, альтернативной России, параллельной России говорим сегодня с журналистом Павлом Пряниковым. Вернемся к вам после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергея Медведев. Говорим сегодня о параллельной России. Именно так называется книга журналиста Павла Пряникова, которая только недавно вышла. И мы с Павлом говорим о тех возможностях, когда Россия не шла вот этой вот генеральной линией русской истории, которая родилась с московским княжеством от Ивана, наверное, Третьего. И дальше через Грозного, через Романовых затем, через Петровский период и дальше через Советский период. Какие были возможности? Вот мы поговорили о том, что, скажем, была очень такая интересная Аляскинская Россия. Была интересная Россия таких партизанских республик и по России коллаборационистов. Но вот интересно, что, Павел, что все эти возможности, они как-то отсекались истории. Что в результате есть даже, по-моему, замечательная книга Никита Соколов, ее издал историк, «Исторические развилки». Я не помню точно ее название, несколько лет назад. Он рассматривает те возможности, когда могла состояться другая Россия. И вот, скажем, там Псков и Новгород, Псковские и Новгородские республики, все отсечены Иваном Грозным. Вот проект Конституции Лорис Меликова, 1861 год. Все, народовольцы убивают царя, дальше мы знаем все, как произошло. И вот нет ли здесь какой-то зловещей вот этой опять-таки логики русской истории, которая все эти возможности давит в зародыше? Конечно, есть давит. Конечно, центральные власти давят любые альтернативные формы государственности. Тут еще, конечно, надо было припомнить казачество, одна из таких крупных альтернатив. Да, старобрядчество и казачество. Старобрядчество и казачество, да, которое было задавлено. Конечно, для власти это главная угроза, это не только потеря какой-то территории, а самое главное – это потеря контроля над диалогией. С тем же старобрядчеством, ну, первые такие исследования, которые Мильников-Печорский проводил там в последний третий, начало последней трети XIX века, когда сама власть это увидела, схватилась за голову. Там в некоторых регионах до 40% было старобрядцев, а в целом по России до третьей. Причем эти люди как-то вот для власти незаметно перешли в старобрядчество. Там к середине XIX века старобрядцы научились либо прятаться, либо вести какую-то двойную жизнь, не раздражать власть. Для них это явилось просто шоком. И принимались любые попытки прекратить, вы знаете прекрасно, что там за переход из православия в какую-либо другую конфессию, если ты крещен, там полагался тюремный срок. Если до этого как-то власть даже при Николае I как-то это ушло на нет, не так за этим следило, как раз последнюю треть XIX века мы получаем очень серьезную борьбу с так называемым празелитизмом, с тем, что людей помещали в монастырские тюрьмы, которые там были только в начале XX века, ликвидированы, куда без суда и следствия помещали. В том числе за переход старобрядчества? В том числе за переход. В том числе ведь старобрядчество – это очень широкий пласт. Это не только белокреницкая община, которая там такая наиболее крупная, поповство, то, что называется. А это ведь холостые бегуны, куча маленьких сект, которые там возникали каждые 10-15 лет. Появлялись какие-то либо пророки, либо апостолы. Очень сильный ветвь беспоповства, которые постоянно делились на какие-то согласия. Это мы нашим слушателям также известно, что это же все известные фамилии. Щукины, Гучковы, Рябушинский, Морозов. Все наши галереи, Пушкинский музей, Третьяковская галерея – это все создано старобрядцами, старобрядческим этосом, который говорил, что нужно больше давать миру, дольше давать коллективу, чем оставлять себе. А кто-то пытался замерить, какая роль, скажем, старобрядцев была в доле старобрядцев в ВВП российском? Из крупнейшей же купеческой династии. Вот я видел по Москве данные, по всей России не скажу, что по Москве на старобрядческий капитал, на банковский капитал приходилось 70%. То есть это вот две трети. Две трети банковского капитала. Доверие. Вопрос доверия. И 80% купцов в Москве – это были старобрядцы. Все замоскворечие. Все замоскворечие, да. Да, Преображенская община очень крупная на северо-востоке Москвы. Да, и удивительно, как каждый раз Россия вот эта вот ветвь какая-то начинает, ветвец, агустец, и российская история вот эту вот ветку обрубает. И не знаю, вот как нынешний период мне смотреть сейчас. Это что, явление вечной России, вот этой вот власть сомкнулась с некой вот внутренней хтонической Россией, явление, вот как вы с этим справляетесь, вот с этим вот, с явлением вот этого вот российской архаики? Справляться, конечно, тяжело, но, вы знаете, единственное, что как бы согревает душу, да, это не мои исследования, а два таких социолога, есть отец и сын Магун и Магун, которые проводили исследования о количестве русских европейцев. Примерно их 20%, и что самое удивительное… Это скорее история картины. Да, да, и что удивительно, это количество русских европейцев, оно неизменно, не зависит, как они показали, от региона, эпохи, образования человека, дохода и там других критериев. Какое это количество? 20% примерно. Всего населения России? Да, всего населения России. Те, кто люди воспринимают европейские ценности, там у них есть некое не имя разработанное, а в Европейском Союзе общая такая, ну, сложно сказать, тест, или, да, тестом можно назвать из множества вопросов, по которым вот определяется отношение человеку к тем или иным европейским ценностям. Но в основном, конечно, они сконцентрированы в крупных городах, это Москва, Петербург и там десяток мегаполисов. Даже если это, скажем, было когда-то равномерно с Принопрегионом, понятно, что все эти люди стараются приехать в Москву, даже если там в начале 90-х, условно, 20% было в Перми, 20% в Москве, за счет вот этой внутренней миграции все эти люди сосредотачиваются в Москве. То, что мы видели, вот эти протесты, с чего вы начали разговор 11-12 год, это, конечно, явление, последствия этого явления. Но, с другой стороны, 20% это не так уж и мало. Я понимаю, что 80%. Я думаю, что изначально русские европейцы, они имели непропорционально большое влияние на историю страны, на определение ее культуры, на определение вектора развития. В конце концов, государство создается русскими европейцами. Государство единственный европейец в России. Да, да. Только хотел сказать, да, что действительно государство в какие-то периоды очень активно привлекало этих людей. Это и попытка там реформ Витте, если чуть раньше, это Александр II. Даже 17-й год в какой-то мере мы можем признать приходом к власти русских европейцев. Другое дело, что они были ослеплены марксизмом таким догматическим. Но, тем не менее, если мы посмотрим, это, наверное, было до начала XX века одно из самых образованных правительств. И сейчас, вы знаете, тоже мне это интересно, скажем, как тот же Путин и те люди, которые изначально приходили во власть, они тоже, в общем-то, из этих 20%. Это такой городской образованный класс, питерский, из служащих, то, что называется. Но вот интересным образом происходит трансформация самого Путина, происходит трансформация режима, при которой неожиданно вот этот вот наступает раскол между властью и теми 20% европейцами, и власть начинает напрямую общаться с этой архаикой российской. Ну, это опять то, о чем мы с вами говорили. Когда власть видит, что какая-либо появляющаяся альтернатива, она грозит не только целостность разрушить, но и нарушить самую главную идеологию. 2011-2012 год власть увидела действительно сильное воздействие вот этих русских европейцев на остальных россиян, в силу того, что интернет стал проникать в глубинные слои людей. Да, там в большинстве своем они, конечно, проводят время либо там в игрушках, либо в одноклассниках, но по каким-то ссылкам попадают, какая-то информация просачивается. Это, конечно, главный страх. Главный страх, и я думаю, понятно, для Путина это было решение для его ближнего круга, ну, такое, которое шло вразрез с их личными установками. Понятно, что Путин действительно из Питера, прожил там достаточный срок Германии, а глава администрации президента Иванов так вообще в советское время учился в Англии. Вообще немыслимое дело. И люди, которые действительно там ничего нельзя утверждать, но тем не менее у которых и семьи, и какие-то близкие родственники, друзья, все связаны с Западом. Понятно, что это решение, которое лично им, видимо, видимо, может быть, даже и не нравится. Они от этого испытывают какое-то неудобство перед Западом. Понятно, что тому же Путину, Иванову, европейским людям не хочется выглядеть как Каддафи, Милошевич или там вообще какие-то африканские диктаторы. Но вот что-то их заставляет действительно пойти, обратиться к этой архаике. Видимо, это какая-то хрупкость России. Мы всегда говорим, что у нас тысячелетняя история, что вот мы там продолжатели традиций одного, второго, там Александра Невского, Сергия Радонежского и так далее. Но вот при всем этом мы видим какую-то хрупкость России, в которой неосторожно брошенные слова или идеи грозит разрушить вообще все. Какого-то якоря, чего-то такого. О чем они мечтают? Национальные идеи, традиционализм, консерватизм. Этого нет и не было. Здесь вот к такому вопросу поступляем как укорененность. У нас недавно была программа, где мы говорили о том, почему в России нет Майдана, чем Россия отличается от Украины. И вот украинцы, при том, что они вроде такие же, и постсоветские люди так и пьют, они так же там и воруют, и нарушают. Но они при этом как-то невероятно больше укоренены на собственной земле и в своей культуре. И вот в России вот этого очень сильно недоставало. Какая-то вот такая вот... Может быть, это вот проклятие российского пространства, то, что наши люди настолько аморфны, настолько растекаются по этому пространству, что не могут пустить корней. Вот вы, как я понимаю, в том числе один из всех людей, которые пытаются укорениться, да? Потому что известно, что вы там королиководством занимались, огородом и так далее. Ну, да. Это попытки обретения корней? Попытка обретения корней и, конечно, какая-то попытка на собственном примере показать, что даже, может быть, любой человек может попытаться что-то сделать. Иногда вот кажется, что ты ничто просто, как Маяковский говорил, единица ноль. Что мой, например, сквотерский огород, там в центре Москвы просто заброшенная стройплощадка. Сквотерский? Вы его... Сквотерский, да. ...захватили? Да, я его захватил, потому что там 7 лет развалины, никакие работы не ведутся, и просто разбил грядки. Вот там два года этот огород. Что там растет? Цередники большой. Ну, вот в этом году тыкву вырастил, помидоры росли, там горох, цветов довольно-таки много, высадил клубнику. Это в промзоне заброшенной? Это не промзона, это буквально там километр-полтора от Кремля. Просто пустырь, который 7 лет, на котором нога человека не ступала. Когда-то было здание, оно что-то ело. Что же девелоперы? Это же пятно. Да вот, видимо, какой-то спор, видимо. С хозяйствующих субъектов. Понятно. А если вы помните, напротив Кремля есть вообще огромнейшая стройплощадка, наверное, самая большая в Москве заброшенная. Это рядом с английским посольством, где болотная площадь. Да. Пустырь, площадью 2 гектара, 4 футбольных поля. И вот он прям выходит на Москву-реку и на Кремль. В 93-м году заброшен, 20 лет. Это просто показывает, что никакой власти ни у москвичей нет. Да, пожалуй, даже власти нет и у властей, изнять за тавтологию. Что девелопер может, ну вот, взять, захватить какой-то кусок земли, ничего на нем не делать, сидеть как собака на сене. При этом не надо забывать, что частной собственности на землю в Москве нет. Что даже этот участок, он находится в аренде. И наверняка там есть какие-то условия, которые можно пересмотреть и сказать, давай-ка, друг, ты вот 20 лет тут ничего не делаешь, давай-ка ты, вот мы тебе компенсируем то, что ты в 93-м году потратил, отберем у тебя участок земли и там сделаем, разобьем парк, да даже хотя бы там, я не знаю, гостиницу построим. В Сочи не особо церемонится с такими вещами просто. Порядок есть, упрощенный порядок, он уже установлен. Да, вы знаете, как вы относитесь к другому пустырю и к другому долгострою, и к тем планам, которые сейчас на него намечены рядом с Кремлем? Я имею в виду зарядье. Ну, это опять же пример того, когда москвичи, люди, не имеют никаких рычагов влияния на власть, мнение людей не учитывается. Конечно же, ну, может быть, не в таком крупном мегаполисе, ну, там, я все время беру пример Швейцарии, как прямой демократии. Наверное, конечно, надо было этот вопрос носить на референдум и вообще подобные вопросы. Как можно больше привлекать людей, если уж, ладно, власть боится привлекать людей к политике, но хотя бы к хозяйственной жизни в городе власть должна потихоньку привлекать людей и показывать, но это, я не знаю, и с точки зрения имиджа было бы хорошо, и имиджа для Запада. Вот мы здесь с вами советуемся, да, вот сделать ли нам платную парковку 50 рублей в час там, или 30, или вот в заряде сделать парк, или построить гостиницу. Вообще ощущение, что такие вопросы надо выносить на референдум, спрашивать людей. А как вам эта идея парка ландшафтного? Ну, знаете, единственное, что могу сказать, что, наверное, это лучше, чем те обломки, которые сейчас там находятся. Вот, сложно оценить. Опять же, если вспоминать российскую практику, одно дело на бумаге, и потом, что получается в финале, это там две большие разницы. Сложно сейчас сказать, как это будет выглядеть. Конечно, это, с одной стороны, вроде бы немножко абсурдно. Вот эти вот четыре зоны климатические. Вы знаете, у меня такое ощущение, что это еще один инфраструктурный такой показной проект, типа Сочи, типа Санита АТС. Власти нравятся игрушки. Вот решили еще одну дорогую игрушку. Я думаю, что там первоначальная смета в 200 миллионов, наверное, вырастет. Скажем, глядя, как строит стадион «Зенит» в Петербурге, глядя на Сочи, я думаю, сметы вырастут до миллиарда. Техобслуживание будет очень хорошее. И вот как бы у нас раньше городские власти, они на газонах и на бордюрах осваивали бюджеты. Сейчас будут осваиваться бюджеты на техобслуживание вот этого ландшафтного парка. Но оно как раз для меня говорит о чудовищной неукорененности наших властей и тех, кто вообще придумывал эти решения. Потому что историческая среда абсолютно разрушена. И то, что вот это происходит рядом с Кремлем, абсолютный какой-то фантазм, который, по-моему, в пустыне где-нибудь надо было бы сделать. Ну что, болото нам, боже мой, не видели мы болот. Да поезжайте в Подмосковье, надевайте сапоги. Вот вам болото куда-нибудь в Шатурский район. Ради бога. С Павлом Пряниковым, журналистом, автором книги «Параллельная Россия». Говорим мы сегодня в эфире «Археология». Продолжим после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология. Параллельная Россия». Звучит сегодня на волнах Финам-ФМ. Павел Пряников, журналист, блогер, политический деятель. Как вас? Можно считать? Да, можно, наверное, да. Да, член Координационного совета оппозиции. Нет, баллотировался. Баллотировался, не прошел. Да, баллотировался, не прошел, да. Да, 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 я помню все эти выборы, не прошедшие. Но, тем не менее, это политическая деятельность. Павел, вот теперь у ваших, так скажем, политических, ну, не во зрениях, о рецептах. То, как могла бы реализоваться вот эта вот параллельная Россия. Что вы предлагаете тем 20% европейских русских, евро-русских? Главное, это отдавать власть в регионы. Это широкие полномочия у регионов. Понятно, что Москва и Питер, то, о чем мы с вами говорили про протесты, да, понятно, эти два города переросли остальную Россию. Но они переросли по всему ментально, экономически, исторически. Ясно, что... Вы не боитесь распада? Главное, что сейчас скажут, ну, как же. Нет, распада не боюсь. Распад, конечно, он теоретически может происходить, но я думаю, что первыми, кто, опять же, теоретически мог бы идти, это, конечно, приморские окраины. Это Сахалин, Калининградская область, может быть, Питер, может быть, Новгород и Карелия. Но не центральная Россия, та же Москва, ну, куда ее уходить? Обособиться и возвести границы, таможенные барьеры. Ну, это, мне кажется, физически невозможно сделать. Кстати, Теллурию Сорокину читали? Вот сейчас читаю. Вот не поверите, ехал сюда в метро и читал, вот дошел там до 152-й страницы. И как вам вот эта вот антиутопия, новое средневековье, распад Европы и России на вот такие вот дельные княжества? А вы знаете, если бы вот сейчас искусственно вдруг это произошло, распад, я думаю, что какая-то часть вот действительно оказалась бы в новом средневековье из-за того, что нет ни денег, нет ни людских ресурсов, скажем так, человеческого того потенциала, который мог бы эти республики куда-то вывести, хотя бы на этом уровне оставить, на котором они сейчас есть. То есть все это кажется даже иногда не совсем фантазиями у Сорокина. Ну, здесь, да, Сорокин, учитывая то, что он писал не о Пречнике в Сахарном Кремле, в большой степени является пророком. И вот этот Иллурия, тем, кто не читал, я рекомендую. Это одна из интереснейших новинок этого вообще, мне кажется, Сорокина. Следует читать, интересно читать. Все, что новое выходит. Ну, вот из книг 2013 года я очень рекомендую. Ну, это некая картина такой постэкополитической Европы, распавшейся на множество мелких государств, в некоторых которых начинают воцаряться средневековые порядки. И, понимаете, глядя вперед на 20-30 лет вперед, кто может поручиться, что так не произойдет, что не распадется Евросоюз, распадутся европейские государства, учитывая автономистские тенденции, распадется Россия. Такие сценарии надо держать в голове, надо прокручивать. Это не значит, что мы их должны приближать. Но они возможны, и, может быть, нужно, я думаю, как раз вот, возвращаясь к тому, о чем с Павлом вы говорите, как раз вот этот автономизм, он позволит преодолеть возможность распада России. Надо дать сибирикам, уральцам, Карелам, Кавказским республикам, Дальнему Востоку большую возможность самореализации в рамках единого государства. Да, это именно так. И здесь даже можно привести пример, конечно, он может быть не очень удачный, не совсем то, к чему бы, например, я стремился или советую стремиться. Это Китай, это реализовавшая схему «одна страна, две системы». Если мы вспомним Гонконг и Макао, которые живут по европейским законам, которые имеют там без визы и въезд в западные страны, где есть конкуренция политическая, видим такой переходный формат в крупных городах типа Шанхая, Гуанчжоу и Пекина, где действительно там экономическая свобода, пусть бесполитическая, и видим какую-нибудь архаическую глубинку в центре Китая. Но вот китайцы не испугались, даже сейчас, там, по прошествии почти 15 лет или даже 20, когда Гонконг и Макао вошли в их состав, они же не стали обрубать все эти исторические корни, политическую конкуренцию, и ничего не произошло, не случилось никакого распада государства. Тот же Гонконг вполне очень хорошо, можно, в кавычках, паразитирует, да, на остальном Китае, но в чем-то, да, там, собирая финансовые потоки. Я думаю, в Москве ничего страшного не случилось, если бы здесь была бы, например, Мосгордума, избралась бы по новым правилам мэрия и тому подобное. Наконец-то два региона российских, вот на то же не забывать, Москва и Питер, в которых нет местного самоуправления. Даже в какой-нибудь Кировской, Ивановской области есть райсоветы, выборы главы района, поселковых, сельских советов. Здесь мы видим просто такую тяжеленную вертикаль власти, где есть выборный мэр, дальше невыборные префекты, невыборные главы управ и муниципальные советы, которые не имеют никаких рычагов воздействия на власть, и даже бюджетов не имеют. Вот в моем родном районе Замскворечья бюджет муниципального совета 24 миллиона рублей в год. Это меньше миллиона долларов. Но вот и эти деньги муниципальный совет может тратить только на спортивные состязания, обустройство детских площадок и на издание собственной газеты муниципальной. Все. Вот мы просто получаем самый европеизированный город, в котором не то, что есть местное самоуправление, а в котором нет даже того местного самоуправления, которое имеет регионы. Вот часто говорят, вот Кавказ там имеет какие-то широкие полномочия, экономические, политические. А если мы посмотрим на Москву, то Москва там совершенно ничего не имеет. Если говорить, не хватит кормить Кавказ, а, по-моему, правильнее, а давайте вернем в Москву и Питер просто конституцию, да, вот местное самоуправление. Это, по-моему, важнее. Это к вопросу о корнях. Опять-таки, местное самоуправление – это то, что дает жителям прорастать корнями и чувствовать, что ты можешь повлиять на судьбу своего района, своего дома, своей округи. Вот мне кажется, что Навальный в своей компании это очень хорошо почувствовал, так сказать, именно работая по московским районам и создавая хотя бы временно своими кубами вот эти вот, так сказать, комьюнити, такие городские районы. Потому что вот эта жизнь на районе, то, что называется, она невероятно важна в Москве. Конечно. И вы здесь говорите о, так скажем, федеративном, хотя, наверное, даже ваш проект скорее конфедеративным можно назвать. Конфедеративным, наверное, ближе, да. Это с точки зрения административного устройства, с точки зрения, то, что вы предлагаете, с точки зрения идеологии. Что значит ваш евросоциализм? Как вы России предлагаете евросоциализм? Евросоциализм, ну, это, наверное, просто такое название, более короткое и емкое. Вообще правильнее называть бы, наверное, социал-демократия. Это, понятно, левый проект. Вообще не надо забывать, что в основе своей страны Россия налево патроналистская. Это часто я говорю, и это не мое какое-то мнение, это, в общем, мнение социологов. Когда социологи задают вопрос, при каком строе вы хотите жить, там при либерализм выбирает 18% или 19, там, 18 чем-то, демонстрирует левые идеи, там около 60%. Но либерализм не обязательно совпадает с этими 20% русских европейцев? Не обязательно, не обязательно. Потому что, конечно, все, что мы видим, во-первых, надо понимать, что Россия северная страна. И практически все северные страны, которые мы посмотрим, это страны социал-демократические. Это к вопросам о выживании общин. Это к вопросам о выживании, да. Сложный климат. Линдия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, даже в какой-то мире Канада, Гренландия. Все эти страны, это, конечно, страны под долгим левым правлением. Ну, смотрите, интересно. Ведь у нас вот эта вот общинность, коммунальность, я тоже много об этом читал, что вот у нас вот жили восточные славяне, сложно жить в восточноевропейском лесу, и почва у нас подзолистая, и заморозки у нас ранние, и татарва пришла. Значит, вот, община. Но у нас почему-то эта общинность привела к авторитаризму. А у исландцев и скандинавов она привела к их тингам, к их самоуправлению и к невероятному расцвету демократии, который уже был там вообще в X веке. Вот как так? Почему их община демократическая получилась, а наша община задавила человека, и в результате весь суверенитет передала наверх князю? Ну, это, опять же, искусственный процесс, то, о чём мы с вами говорили, действительно, Новгородская и Псковская республика, которые были для своего времени вполне демократичными государствами, да, там, олигархическая демократия была, но, тем не менее, для своего времени, там, на уровне Гену или Венецианской республики. Опять же, казацкая вольница, вполне демократичная. Военная демократия. Да, военная демократия. Да, какие-то примеры, там, на Вятке, куда те же новгородцы ушли. Ну, то есть, я бы не сказал, что народ вот выбрал сам. Пожалуй, всё же власть закрепостила, не сам народ. То есть, власть отняла вот этот вот народный суверенитет и взяла себе вот эту вот общину. Да, это первое. А второе, это, конечно, проклятие пространств. Даже Исландия, даже Исландия, она всё равно имела гораздо больше хозяйственных и культурных связей со Скандинавией, чем, например, мы с Европой. Тем не менее, пусть там два корабля приходило при мизерном населении в год из Норвегии, но всегда это была связь. У нас, вы помните, что там, да, ну, как до революции, да, до революции надо было получать выездную визу. Иногда вот сейчас тоже есть такой миф, что вот свободно ездили в Европу. То того же, если Ленин, вспомните, он там с трудом получил, и, по-моему, даже по поддельному паспорту, как иногда говорят, Ленин от того самого Псковского выехал. То есть, была выездная виза. То есть, власть искусственно ограничивала контакты с Европой. Тут тоже надо это иметь в виду. Ну, русские, вы говорите, изначально левые. Как же это вяжется с нынешним положением? Вот я тоже думал, что я всегда там иностранным своим студентам говорил, вот у нас традиции, коллективисты. А потом мы смотрим, как работает социум где-нибудь в Америке, который мы считали вообще звериный оскал капитализма, и в России. Так американцы, они гораздо большие коллективисты, чем мы. Сколько они времени отдают своим общинам? Сколько у них волонтерской работы? Какая идея общественного блага? А русские в результате 20 лет рынка превратились просто в человек-человеку-волк и живут по Айн-Рэнд. Вот как так получилось? Куда девалась вся наша левизна и весь у нас коллективизм? Вы знаете, я думаю, что вот в том самом словосочетании левый патернализм сейчас перевесил патернализм. Что у народа скорее ожидание левое ассоциируется не с тем, что вот вы правильно говорите, с комьюнити, с самоуправлением, не с политическим, а, наверное, с социальным, экономическим. Что вот должен быть хороший, добрый царь, который по справедливости распределит, ну там, в 19 веке землю, сейчас, наверное, нефтегазовые доходы, чтобы всем все доставалось. Это понятно, это такая, я бы назвал, назвал бы все же скорее протолевое движение. Прото. Это то, что еще должно, наверное, вырасти при должной работе в какое-то в настоящее левое движение. Ну, думая, да, вообще думая о том, какое место, так скажем, Россия занимает в мировой палитре, она, конечно, левая. Российская идея, вот если смотреть, кто что, какая нация дала человечеству. Да, у нас что, революция, Малевич, авангард. Анархизм. Анархизм с Бакуином Рапоткиным. Наш цвет красный, российский цвет красный, цвет революции. Так что вот в этом смысле, и вы считаете, будущее общественное устройство России так или иначе неизбежно будет левым? Я думаю, что вот если этот будет конфедеративный вариант, в каких-то регионах, я думаю, что в Москве вполне, например, там могут победить, судя по нынешним данным, какая-то национально-либеральная повестка. А в каких-то регионах, ну вот мы хорошо видели в 90-е годы при том положении, когда политика относительно свободна была, не было такого еще давления. Тот самый красный пояс, тот самый красный пояс, вот эта черноземная зона от Смоленской области аж до, почти до Сахалина, да, еврейской автономной области. Я думаю, что там будут преобладать левые движения. Я думаю, что, наверное, приморские города типа Владивостока и Петербурга, это скорее будет смесь либерализма и левых. Левых либералов, я бы так назвал. То, что мы там можем наблюдать сегодня в Дании или в Голландии. Левый либерализм. Вот вы знаете, наша левая идея, вот я думаю, я согласен с вами в том, что Россия левая, но пытаюсь понять, почему наша левизна все время такой получает какой-то звериный оскал. Почему наша левизна скатывается либо в анархию, народовольчество и терроризм, либо в звериный оскал сталинизма. Может быть, нашей левизне не хватало какого-то человеческого измерения? Человеческого не хватало, конечно, потому что не прошли те исторические стадии, которые должны были бы быть в России. Например, понятно, что в Европе левое движение, там самая сильная германская социал-демократия, она выросла из профсоюзного движения, мощного. И сейчас профсоюзы основа социалистических, социал-демократических партий в Европе. Бельгийских, французских, германских. Профсоюзы в России, ну это, пожалуй, наверное, какие-то последние 5-10 лет романовых. Но всем на ум приходит главный профсоюз того времени Викжель. Железнодорожников, который, да, действительно диктовал условия. И вот там, если бы не его какая-то уперстость, возможно, и революция не совершилась бы, когда он все же пошел на уступки большевикам, в чем-то дал слабину. Вот не успели пройти. Университеты поздно появились. Появилась очень поздно какая-то академическая мысль. Вообще вот интеллектуальная свобода. Даже мы вспомним наши университеты, они ведь фактически и не являются аналогами европейских, американских университетов. Нет местного самоуправления даже в университетах. Чтобы полиция, скажем, не имела право зайти в университет. Реальные выборы ректора. Местные самоуправления внутри университета. Если мы внутри элиты не можем показать примеры реального самоуправления, даже корпоративного гильдии ЦХ, то от народа желать, чтобы он демонстрировал нам образцы какого-то западного понимания левого и общественного, ну вообще глупо. Вот все, что мы увидели в Российской академии наук, как это было растоптано, где академики вроде, ну этот в любой стране цвет нации, да, интеллектуальный, даже они не смогли отстоять вот это вот свое право на свободу даже внутри корпорации. Ну да, вот эти вот карманы, очаги самостоятельности, они постоянно задавливаются. Говорим мы ли о городском самоуправлении, академических свободах, университетских свободах. Вот эти все, так сказать, очаги независимости, которые были в европейской истории, они в России не существовали. И на большем уровне это старобрядцы, это казаки. И вот сейчас мы сталкиваемся, да, городской креативный класс. Те самые рассерженные горожане, которые так рассердили Владимира Владимировича. Ваша параллельная Россия. Где сейчас вы ищете свои параллели? В Питанк вы по-прежнему играете? Да, в Питанк по-прежнему играю, но вот погодные условия понятны в России, опять же, вот особенность, о чем мы говорим в России. В Питанк только летом? Зимой не годится? Я видел, как на снегу играют скандинавии. Ну, на снегу все же немножко не то. В Москве есть два маленьких закрытых клуба, ну, буквально там 3-4 площадки. То есть, ну, вот 6-8 команд может прийти поиграть. Обычно приходят члены сборной России по Питанку играть. Там нужен гравий или песок? Такая песчано-гравийная смесь, вот как на бульварах. Вот пока бульвара не замостили, при Собянине не выложили плиткой. Вот та самая структура покрытия должна примерно быть. И что, Питанкисты, это некая... Для вас это некая еще философия? Это некое жизненное заявление? Да, жизненное заявление, философия. Действительно, способ хороший собрать людей. Не просто там, как большинство сейчас сидеть в каком-то прокуренном баре, и вот, и часто мы даже там услышать друг друга не можем из-за громкой музыки в большинстве таких мест. Это способ общения. Способ общения, способ действительно встретиться с людьми, с которыми навряд ли бы... навряд ли которых можно поодиночке встретиться с кем-то, вызвать куда-то. Ну, особенно для нашей среды, такой вот, интеллектуальные журналисты, люди интеллектуального труда, там действительно важное общение. Ну, вот. За Питанком удается, да, общаться? Кто-то кидает, остальные сидят, наблюдают и вот, так сказать, идет. Да, да. Ну, потому что игра, три человека в команде, ну, два-три человека пока бросит другой игрок, пока бросит игрок из твоей команды. Бывает, там пару минут у тебя есть вполне для того, чтобы просто пообщаться, поговорить. У нас же были городки, у нас же были городошни, но они, по-моему, пропали все. Пропали, да. Я помню, у себя городошни там были, ну, там на Кутулском проспекте, там под 30-м домом, где всякие ветераны партии жили, у них там вот была такая городошня, они в трениках все приходили и там на скамеечках сидели, и там такой шел очень оживленный. Ну, вообще городошин я уже, по-моему, где-то... В Филевском парке я видел, да, давно. Ну, сейчас уже нет, где-то в песнях Гарри Косукачева осталось. А была очень популярная игра, я помню, что вот в Филевском парке, ну, там десятки, даже сотни людей. Чемпионат Москвы, по-моему, проводился, я подростком был, там, конец 80-х годов, меня поразило, сотни людей приходили смотреть на городки. Ну, сейчас какие-то все-таки такие формы самоорганизации появляются. Люди, скажем, беговые клубы делают, вот у нас на радио даже рекламируют эти клубы. То есть это неизбежно вот такая вот... Это европейские черты? Европейские черты, конечно. Конечно, конечно, особенно, когда ты еще можешь чем-то пожертвовать при таких играх. Ну, я не знаю, там, отдать деньги кому-то, что-то помочь купить, кого-то научить. В тот же питанг понятно, что вот вроде бы нам хочется поиграть, ну, с теми людьми, кто хорошо умеет играть, но мы принимаем всех новичков. Готовы обучать, тратить время, показывать. Часто там даже шары свои отдать и купить новые, потому что, ну, человек просто не найдет. В Москве не так легко купить шары. У каждого человека свой набор шаров? Обычно, да, профессиональные шары. Вот я сам покупал во Франции, там заразился этой игрой в Каннах и в Ницце в 2003 году. На бульварах. Да, на бульварах. Вот в Каннах перед дворцом фестивалей, где вот эти платаны обрезанные растут. Очень большое количество. По-моему, 65 площадок для питанг, где может 65 команд уместиться. Да, такие формы городской жизни, я думаю, из которых прорастает постепенно другая цивилизация, другая параллельная Россия. Последний вопрос. Вы считаете, в нашем поколении, на нашем веку, какая-то часть России может быть ассоциирована с Европой, с Евросоюзом? Думаю, может. У меня вот почему-то какое-то внутреннее убеждение складывается. Ну, я не знаю, не только внутреннее убеждение, там, какие-то цифры, данные, факты об этом свидетельствуют. Мне кажется, где-то в начале 20-х годов произойдет вот какой-то новый слом. Качественный перелом. Качественный перелом, да. Вырастет поколение, которое выросло, сняясь тавтологию, на интернете, не смотрело телевидение российского, поколение, которое часто путешествует в Европу, поколение, что тоже очень важно, поколение, у которых родители с деньгами. Я даже сейчас обратил внимание, ну, вы, наверное, как преподаватель еще более обратили внимание, что студенты, сейчас многие перестают работать, потому что есть обеспеченные родители. И это... Ну, вот я замечаю, я замечаю. Ну, да, но все-таки, я не знаю, здесь мы говорим о каких-то единицах процента, о долях процента. Ну, все больше и больше будет. Ну, да, но все-таки, я думаю, хотелось бы видеть людей более самостоятельных и зарабатывающих на своей жизни. Нет, они просто больше времени отдают учебе. На тот самый питанг. Ну, да, хотелось бы видеть. Ну, в любом случае, я рад, что есть такой оптимистичный взгляд на русскую историю, на возможности России, на параллельную Россию. Автор книги «Параллельная Россия», журналист и евросоциалист Павел Пряников был сегодня в гостях в археологии. Спасибо. Вам спасибо. Доброй ночи и удачи. Доброй ночи.